Продолжение следует... 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 Ух ты, маньяка! Так, ну что я скажу? По поводу лака пока ничего не скажу. Лак как лак. Мусор имеется, сука! Откуда ты, мать твою, лезешь? Уже и вентиляция не работает, и давление невысокое. Мусор имеется. Я не знаю. То есть мне кажется, что с вентиляцией даже мусора меньше было, чем без вентиляции. Ну, такое. Такое себе удовольствие. Ладно, это сполируем. Это вот такое проблемка. Проблемка, которую надо найти. Что она? Где она? Так, раз у нас есть мусор, все равно я сейчас поставлю капот вертикально, включу вытяжку, ну, приток, чтобы выдуло, потому что в такой мопыли, если все высохнет, потом его сполировать не хочу. Тут и так есть, что полировать. Так, и то го. Лачок разлился, ну, блин, не знаю, предсказуемо, нормально. Посмотрим, как он будет полироваться. Ну, блин, поляна в мусоре, все. Хоть включал вытяжку, хоть не включал. Какого хрена я мучился, получается. Лазил тут все время в маске. Мусор все равно есть. Это капец просто какой-то. Ну, на зеркалах его нет, понятно. Тут все маленькие. Ручки. Закорлючки. Ну, так все пролачил. Кстати, знаете, лачил, лачил. Так, я боялся, чтобы он нигде не сорвался. Вроде так ничего не видно. Даже намеков не видно на срыв. Так, тут все залачено, тут все залачено. Угу. Ну, все. Сушим теперь. Сушим, полируем. Саня пока готовит машину снаружи. А, он пластик еще готовит. Сейчас заготавливает машину. Там, в принципе, машинкой пробежаться так мало осталось. По времени. Может быть, сегодня в ночь открасим. Может быть, не факт. Посмотрим, как пойдет. И уже будем смотреть на нее на всю сборе, когда будем полировать. Как борт красить, показывать не буду. Ничего интересного. Тут крыло, ну, тут понятно покрасится. А здесь прикрасится вот так, чтобы двери не тронуть. Хотя цвет очень хороший. По выкраскам никаких проблем. Единственное, знаете, что я вам не показал. Это я здесь уже попроходил базой водной капнул и лаком полутораслойным. Просто именно, ну, зубочисткой капнул в большие кратера, чтобы они уже сохли. Чтобы можно было уже все в куче потом полировать смело и спокойно. Ну, катером поподрезать лишний лак и полировать. Обещал, что покажу. Ну, извиняюсь, не показал. Вот так вот, все закручено. Тык-тык-тык, пробежал быстренько. Тык-тык-тык, залакировал и пошел готовиться к откраске. Самое главное в закапывании скола, это чтобы скол внутри был чисто обезжиренный. Если он небольшой, то ничего мотовать вокруг не надо. Конечно, если скол уже длинный какой-то, царапина, то там надо все промотовывать и закапывать потом. Краска подходит по свету гораздо лучше, чем та, что была закапана, потому что сколов реально уже незаметно. А те прямо светились каким-то светлым оттенком. Теперь покраска кузова. Вот так вот я стелил пленкой, заехал на машину. Сейчас эксперимент идет, скажем так. У меня тут тапок порвался, старый. Так, еще надо сушить базу, я тут ходил, кое-что подтирал. Посмотрим, что у нас будет на лаке. Потому что в теории теперь объем воздуха, который поступает здесь на полу, идет с ускорением именно в эти края. И по идее, даже если ссоры у меня был с пола, то сейчас его не будет. Посмотрим, что получится. Так же, все готовы. Итак,구요. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...